Парадная форма, горящие глаза и желание стать настоящим спасателем. В музее МЧС сегодня шумно и многолюдно. Учеников Иркутской школы номер 30 встречают здесь с оркестром. Под звуки патриотического марша дети прошли в зал, выстроились в две шеренги. Это долгожданное посвящение в кадеты. Многие дети мечтали об этой минуте много месяцев. И вот, свершилось. Школьники дали клятву служить на верность Отечеству. Когда я приходил домой, по телевизору шла программа про спасателей. Мне очень понравилось и заинтересовало. Я попросил маму, чтобы в будущем стал спасателем. Стал такой уже мужественный спасатель. Торжественно клянемся быть преданным своей семье, своему народу, своему Отечеству. Клянусь! Быть честным, дисциплинированным, верным товарищем. Клянусь! А после вручения удостоверений юных спасателей и жетонов с их инициалами. Такие есть у всех сотрудников МЧС. Юные кадеты делятся. Теперь они как взрослые спасатели. И это особая ответственность. Теперь важно подтверждать это и умениями. Кстати, им обучают на внеклассных уроках. В кадетском классе присутствуют и дополнительные занятия. Например, бассейн, тайский бокс, юный спасатель, медицина и скалодром. Как раз эти подготовительные занятия все новобранцы посещали с первого класса. В 30-й школе таких детей на кадетском спецкурсе 70. Это ученики и начальной, и средней школ. Возраст – не главный критерий во время отбора ребят. Главное – здоровье. Здоровье, да, все равно. Потому что ребятам необходимо выполнять какие-то физические упражнения, да, преодолевать какие-то препятствия, да, связанные с физической нагрузкой. Поэтому мы в первую очередь требуем эту справку о состоянии здоровья, ну и непосредственно их желания ребят. Как отмечает наставник новобранцев, дети учатся безопасному поведению как в повседневной жизни, так и в чрезвычайных ситуациях. Юным кадетам рассказывают, как спасти людей и сохранить свою жизнь. С 2003 года реализуется кадетское образование на территории Иркутской области. И первый кадетский класс был действительно создан по запросу главного управления. Но потом движение набрало такие обороты, что сегодня уже социальный запрос на создание кадетского класса МЧС идет от родителей, от образовательной организации, от общества. Сейчас администрация школы сама решает, есть ли необходимость в создании таких кадетских классов. Такое образование могут ввести в учебный план или оставить во внеурочной деятельности. В 30-й школе дети собираются в свободное от уроков время, общаются по интересам, участвуют в кадетском движении во всех его традициях, а также в конкурсах, фестивалях и смотрах. Дарья Макарова, Юрий Рябчиков. Новости. Сейчас.